Власть должна честно и откровенно решать вопросы людей, ведь она служит народу и для него работает. Об этом заявляет глава администрации президента на выездном семинаре-практикуме для председателей РАИ и госполкомов Могилёвской области. Такие совещания уже традиционные. Здесь дают оценку социально-экономическому развитию региона за прошлый год и ставят задачи на будущий. В процессе проведения совещания доводится информация о тех новациях в законодательстве, которые председатели должны использовать в своей работе. Требования по подбору кадров, по формированию резерва на должности, включенные в реестр главы государства, областные реестры, вопросы информационной работы. В фокусе внимания и эффективные методы системы госуправления в современных условиях, а также роль руководителей в ее повышении. В качестве спикеров выступают специалисты обл. исполкома, ученые НАН, преподаватели Белорусской сельхозакадемии и общества знания. В числе приглашенных – председатель Совета Республики и глава ЦИК. Руководители между собой общаются, находят новые интересные темы для себя. Второе – делятся теми наработками, теми новинками, которые они сегодня внедряют у себя на своих рабочих местах. Я уверен, что именно те знания, которые мы получаем, хоть за это короткое время, они, конечно, пойдут и на пользу, и для каждого из нас определенный толчок для того, чтобы применить эти знания на своих рабочих местах. Обсуждают здесь и вопросы производственной сферы. Ставка на увеличение объемов, расширение географии поставок и, конечно, импортозамещение. За 2022-й экспорт предприятий области свыше 6 миллиардов рублей. 110 миллионов вложены в социально-экономическое развитие региона. Но на этом никто не останавливается. Руководителям ставят задачу – в своем районе реализовать как минимум по одному инвестиционному промышленному проекту. Здесь не только мы получаем теоретические знания, но и практические знания. Это дает нам общение с нашими коллегами и по тем моментам, которые у нас возникают. И это идет обсуждение и дискуссии по любым темам. Не обходят стороной вопросы АПК и подготовки региона к посевной. А она не за горами. В прошлом году аграрии Приднепровья сработали на отлично. Вклад области в республиканский каравай – миллион триста тысяч тонн. В 2023-м нужно задать планку не ниже. Именно поэтому уже сейчас самое время решать проблемы с семенами, удобрениями, ремонтом сельхозтехники и покупкой новых агромашин. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.